Арина Ермушева совладелится четырехкомнатной квартиры на проспекте строителей. Три года назад сдала жилье Ивановцу Андрею Гаврящуку. Он предупредил, и это прописано в договоре, в квартире будут жить три других человека. Их именами Арина не интересовалась, поскольку нареканий не было. Оплата 20 тысяч рублей производилась ежемесячно в срок. За квартирой приглядывала ее бабушка, но внутрь никогда не заходила. 30 июля соседи прислали девушке видео, как в подъезд вносит на носилках пожилую женщину. Привезли ее на частной скорой. Потом начали поступать жалобы, якобы из квартиры слышны стоны и периодически в черных мешках оттуда выносят трупы. Арина, проживающая в Москве, срочно приехала в Иваново. Сбылись самые страшные опасения. Квартиру, говорит девушка, превратили в хоспис. Нанесли серьезный ущерб. Квартира очень пострадала. Она воняет ужасно. У меня в туалете пластиковые стены, и пластик он очень впитывает, и грязь, и вонь, это все ужасно. У меня кровати, я не знаю, матрасы, диваны, кресла, они все в пеленках, я так понимаю, что им всем плохо уже стало этим мебели. Что еще, полы, стены, вон полы все грязные, потому что они в обуви ходят, и всем без разницы. Арина рассказывает, 1 августа в квартире находились 4 пенсионера. В каждой комнате горшки и пеленки, много таблеток. Было 4 старика, и к одному из подошли, спросили, а вы знаете, что вы не в больнице? Да, я знаю, у меня там 2 сына, они умерли, там 2 снохи осталось, я квартиру переписала, там дом переписала, что-то внуки у меня есть, вот и меня сюда привезли, там дочка, не дочка привезла. В понедельник, 5 августа, Арина с нашей съемочной группой вновь приехала в квартиру. Встретила у нас женщина, по всей видимости сиделка, которая следит за стариками, отреагировала агрессивно. Я хочу, чтобы вы покинули мою квартиру. Вы кто? Я же объясняю. Вас как зовут? Я не буду ничего говорить. Да почему это моя квартира? Я же объясняю. Хорошо, я сейчас полицию вызвала, я буду расслаблять вашу личность. Здесь 8 кроватей, по 2 в каждой комнате. Сегодня уже не 4, а 3 пожилых человека, мужчина и 2 женщины. На вид им больше 80. Одна из пенсионеров к нам рассказала, сама не понимает, как оказалось тут. Дом падал 3 раза, типа без сознания. И приехала ко мне старшая сноха и младшие. Приехали и забрали меня и повезли сюда. Я даже не знаю, как я попалась. Вот они меня сюда привезли. В квартире мы нашли вот такое объявление. Оно есть в интернете. Пожилых людей приглашают в частный мини-пансионат. Адрес, правда, не указан. Обещают 1-2 местные комнаты, 5-разовое питание, досуг, любовь и внимание. А еще вот такая памятка. Когда завтрак, обед, ужин. Гали, чай без сахара, остальным по одной ложке. Ключи от двери прятать, газ закрывать. После съемки мы позвонили на указанные телефоны. Нам неравно ответили. Это не пансионат, не звоните сюда. Теперь и вовсе не берут трубки. Стоимость проживания в этом незаконном пансионате 40 тысяч рублей. Пенсионеры рассказывают, сами не знают, как здесь оказались. А сиделки в пансионате – это люди без медицинского образования. Арендаторы установили в квартире видеокамеру. На момент нашего приезда ее уже сняли. Соседи рассказывали Арине. Представители пансионата угрожали им и предлагали деньги за молчание. Пообщаться с нами согласилась лишь одна женщина. И на условиях анонимности. У нас привозят пенсионеров. Причем стареньких, плохих. Привозят всегда скорая. То есть они лежачие. Завозят на первый этаж в квартиру 47. И периодически также стали увозить покойников. Дядя Арины Олег Смирнов рассказал. Полицейских вызывали, но помочь они не смогли. Группа прибыла на место, зафиксировала детали, уехала. Никого забирать не стали. В том числе сиделку, которая представилась сиделкой без медицинского образования. И кормит бабушек таблетками. Что за таблетки она не знает. Таблетки неизъяты. Написали осмотр места происшествия. Личность никого не установили. Официальный ориентатор квартиры Андрей Говорищук на связь не выходит. Договор аренды закончился. Деньги за следующий месяц не внесены. Представители пансионата обещают съехать в течение двух недель. Хозяйка квартиры в шоке и уже никому не верит. Написанное заявление в прокуратуру. Софья Семенова, Денис Железов, телекомпания БАРС.